Раз, два, три. Мы, как всегда, с вами с молитвой сердца продолжаем изучение книги Шофтим, книги Судей. И, если представить себе по времени, мы находимся с вами 350 лет после исхода из Египта, примерно. У нас вырисовывается канва того, что было. Мы видим, что в какой-то момент успехи сыновей Израиля сходятся практически на ноль, и завоевание Яшуа ставится как бы под угрозу. Есть большие анклавы кананских племен, есть скопление кананских племен на севере, где образуется царство Хацор. И вот Всевышний посылает пророчицу двору, которая вдохнула в дух сыновей Израиля, подняла их на борьбу, не все колено. И одержана победа над Сисрой, над полководцем царя Явина из Хацор. И дальше мы видим, что и долопоклонство, в общем-то, истреблено почти полностью из земли Израиля. Однако нашествие медиан ставит вновь под угрозу существование сыновей Израиля. И мы так чувствуем, что сыновья Израиля ожидают чудес, как было сделано чудо во время двора, когда колесницы Сисру утонули возле потока Кишон и в самом потоке Кишон. И была блестящая и чудесная победа. И сыновья Израиля ожидают чудо. И никто ничего не предпринимает, и даже есть упрек к Всевышнему, что он не делает чудес. И тут появляется Гидон, человек, мягко говоря, не очень грамотный. Но то, что у него есть, у него есть сила протеста. Сила протеста и против порабощения, и даже против Всевышнего. Почему он не помогает? Почему Всевышний, который вывел из Египты, сделал столько чудес? Почему он теперь не помогает сыновья Израиля? И вот приходит ангел, Гидон получает пророчество. С этой силой, силой и противоречия, иди. И он идет. И побеждает. И одерживает блестящую победу над медьян. Но оказывается, что одной силой противоречия, противостояния, недостаточно для того, чтобы поднять народ. Для того, чтобы поднять народ, нужен дух. Нужно не только стремление к независимости, но и понимание, ради чего эта независимость дана. Нужно стремление служить Всевышнему. И следующая история, история с Евтахом, который поднимается во времена, когда ОМОН пытается выйти войной на сыновей Израиля. Он нас учит еще одному моменту, что есть человек способный, у него есть и стремление служить Всевышнему. Но совершенно нет грамотности. Человек абсолютно безграмотный. И оказывается, что эта безграмотность, она также как бы сводит результаты его подвига, победы над ОМОНом. Она сводит на нет. И вот, наконец, появляется Шимшон. Человек, чье рождение предсказано пророчеством, предсказано ангелом. Человек, на котором непосредственно лежит Божественный Дух, который весь, полностью посвятил себя служению Всевышнему от самого рождения. Он так и родителями воспитан, которые получили приказ от ангела воспитать сына в таком плане, чтобы на таком высоком уровне, что Божественный Дух мог езжать на нем. Они это выполнили. И вот перед нами Шимшон, задача которого поднять сыновей Израиля на борьбу за независимость от филистимлян, которые проникли на, вытеснили колено Дана с его территории почти полностью, проникли в колено Иуды и устанавливают постепенно свою власть, оказывают давление уже и на соседей Иуды, и на Беньямина. Как мы с вами увидим в книге Шмуэля, у них есть посты, свои порпосты у них есть в Беньямине. И мы видим, что задача Шимшона пробудить сыновьях Израиля и потребность, скажем, как сказать, потребность пробудить дух независимости, необходимость бороться за независимость, потому что так складывается ситуация, что сыновья Израиля довольны своим положением, довольны тем, что властвуют верлистимляне, они не обременяют их тяжелыми налогами, они служат для них защитой, мощные народы моря, как мы с вами говорили, они становятся такими их стражами, это всех удовлетворяет. Особенно это, скажем, мы видим соседей, дамы, колено Иуды, и там, уже когда родился Шимшон, я напоминаю, там глава, в общем-то, глава всех колен Явец, и он пытается объединить колено, устанавливая браки своих детей с главами других колен, занят такой политической деятельностью. И мы посмотрим, что происходит дальше, вот чем Шимшон начинает действовать, и мы с вами видели проявление его силы и его подвиги, подвиги, которые не только, скажем, показывают и демонстрируют силу, но которые сами по себе призваны научиться новей Израиля, призваны показать им, что у них есть цель служения Всевышнему, и они не имеют никакого права подчиняться другим народам, и что тем более не имеют права смешиваться с ними. А вот все эти моменты мы как-то с вами видели, а теперь мы с вами откроем, с вашего разрешения откроем 16-ю главу, к которой мы подошли, и постараемся представить, что здесь у нас происходит. Я делаю демонстрацию экрана, нажимаю совместное использование, и пытаюсь найти то, что нам нужно. Может быть, прежде, в качестве такого небольшого введения, я вам хотел показать скульптуру. Скульптор Иван Навиль, который, прочитав книгу Шовтин, над своим комментарием, он очень впечатлился, и он сделал несколько скульптур по иллюстрации книги Шовтин, и одна из этих книг, одна из этих иллюстраций, одна из этих скульптур – это Шемшон. Человек очень эмоциональный, пытался представить себе Шемшона, не богатыря, но человека, у которого есть страстное желание в последний раз проявить свою силу, даже не свою силу, а божественную силу. Вот такая скульптура, есть еще целый ряд иллюстраций вот таких скульптурных книг Шовтин. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит здесь, в нашем тексте. «И пошел Шемшон в вазу, и увел там развратную женщину и вошел к ней. Но мы помним с вами, что предыдущая глава кончается тем, что судил Шемшон Израиль 20 лет». Казалось бы, дальше должно быть повествование о кончине Шемшона, о том человеке, о том суде, который придет ему на смену. Напоминаю, что это где-то 360 лет после исхода. И здесь несколько необычно. Шемшон продолжает свою деятельность. Объясняется такой переход тем, что Шемшон начал готовить себе смену. Он увидел, что сыновья Израиля не проснулись для борьбы. Мы помним, что колено Иуды связало его для того, чтобы выдать филистимлянам. И лишь божественное присутствие спасло его. Шемшон разрывает веревки, берет челюсть осла. И должен показать все пренебрежение к филистимлянам. Поражает их челюстью осла. Мы этот помним момент. Но результат какой? Сыновья Израиля не поднимаются на борьбу. Они не понимают этого живого пророчества. Ведь Шемшон, который сам по себе идет, передвигается, это живое пророчество. На нем постоянно пребывает божественный дух. Его действие – это пророчество. Его загадка с альбом, который говорит, что из силы, которая представляется ненужной, нечистой, выходит чистая. И его загадка о лисах, которые предупреждаются на ней Израиля о том, что нету никакого соединения с филистимлянами. Что это приведет к тому, что божественное присутствие оставит их. И это его еще одна загадка. То есть Шемшон как бы он сам по себе ходячее пророчество. Но нет, нету отклика, нету возможности поднять колено Иуды. И Шемшон начинает готовить себе смену. В это время, как мы можем себе представить, стоит Мишкан в шелло и не прекращает своей работы. Напоминаю, что Мишкан в шелло был сделан так, что стены его были каменные, а через крышу заменял полок Мишкана, который был в свое время в пустыне. Символ здесь таков, он, в общем-то, понятен, прозрачен, что как бы наполовину сыновья Израиля пришли в свою землю. Только наполовину. И божественное присутствие, оно также как бы не постоянно с ними. Вот вроде бы с одной стороны дом, каменные стены, с другой стороны полок, как пустыня. То есть на половине пути, на половине дороги. Мишкан остается несколько, в таком, ну даже несколько, он, в общем-то, заброшен. Потому что те годы, когда до двора сыновья Израиля не приходили в Мишкан, и домопоклонство распространялось, и дороги, как мы помним из песни дворы, были небезопасны. А Мишкан остается в запустении, заброшенном. Там ковены, есть служение, и оно не прекращается. Но народ не посещает Мишкан, и нет учения Торы, которые могли бы распространять ковены, если бы люди приходили и слушали их, и воспринимали Тору в шило. Учение Торы не распространяется. Божественный Дух также не распространяется среди сыновей Израиля. И в это время мы с вами подходим к книге Шмуэля, к первой книге Шмуэля. И первая книга Шмуэля начинается с того, что есть человек по имени Илькана. И он начинает приходить в шило, и начинает пробуждать, старается пробудить сыновей Израиля, чтобы они приходили в шило. Он идет со своей большой семьей, и каждый раз проходит по другому пути, чтобы увлечь за собой еще одну семью, еще одну семью. Постепенно движение в шило начинает усиливаться, и люди начинают появляться там. Это происходит сейчас, когда Шимшон, о котором сказано, что он правил 20 лет, и вроде бы как бы все, закончил свой путь, он несколько отошел от дел, будучи не принят коленом Иуды. И он ищет себе замену. Замены в его понимании, в понимании Шимшона, или, скажем, по выбору Шимшона, становится первосвященник Ильи, который находится в это время в Мишкане. Он старается очень строго соблюдать закон, очень требовательный к людям, которые, может быть, не всегда проявляют грамотность, но, может быть, не всегда знакомы с законами ритуальной чистоты и нечистоты. И его, скажем, такая излишняя требовательность, как говорил нашим мудрецитер Геавод, что не всегда нужно судить строго. Не всегда нужно относиться со всей строгостью к цинамям Израиля, тем более, когда они безграмотны, когда после такого тяжелого периода они начинают собираться в Мишкане. Возможно, не нужно к ним относиться с такой строгостью, его строгость становится некоторой проблемой, но это впереди и в будущем. Сейчас Шимшон обращается к Ильи и готовит, если так можно представить, готовит из Ильи своего преемника. Преемника в чем? Преемника в том, чтобы объединить снови Израиля, если не удалось их объединить вокруг Шимшона, вокруг фактически пророка Филичака, на котором постоянно пребывает Божественный Дух, объединить их постепенно вокруг Мишкана и вывести на войну против Плештим, не просто на войну, а на войну во имя Всевышнего, для того, чтобы добиться независимости от Плештим и начать прямой такой путь, выйти на прямой путь к построению храма. Это вот как бы та логика, которую мы скажем, логика Божественного плана или, точнее говоря, логика событий, которые мы можем представить себе от двора, через Гедеона, через Эфтаха, через Шимшона к Мишкану, где в Кривосвященнике Ильи, человек большой праведности, который, может быть, не совсем понял те задачи, которые стоят перед ним, задачи объединения народа. И мы можем сейчас уже себе с вами представить, мы знаем с вами, что в Мишкан в Мишкан приходит жена Элькана, приходит вместе с Эльканом, приходит вместе с семьей Хана. Мы можем представить себе на этой иллюстрации. И она молится в Мишкане и молится для того, чтобы Всевышний дал ей сына. Эта молитва происходит, скажем, или день этой молитвы, это день, когда пришло известие о гибели Шимшона. Хана молится не столько о себе, чтобы Всевышний дал ей сына, в то время как она бесплодна, она молится обо всем народе. Она также ищет путь, по которому дальше пойдут сыновья Израиля. И она просит у Всевышнего пророка. Пророка, который сможет вдохнуть дух в сыновей Израиля, только более сильного еще, чем двора. Более сильного, чем все те, кто был еще до сих пор в пророке Израиле. И даже, может быть, в ее молитве звучит, что еще более сильного, чем Моше. Но то, что нам важно, для того, чтобы понять, как бы увидеть эту логику событий, связь событий, что это происходит в день, когда погибшим Шоанхана потрясена. Потрясена не только своим, скажем, личным несчастьем, что у нее нет детей, она потрясена судьбой еврейского народа. Что и ищет выход из создавшегося положения, когда, может быть, самый сильный руководитель, который был у народа, был непринятым и в результате погиб. Теперь мы с вами попытаемся открыть текст и посмотреть еще раз открыть текст. Мы уже его открыли с вами. И посмотреть, что происходит с текстом. Проходит пример, примерно 20 лет с подвигов Шоанхана, когда он был очень молодым человеком, когда его сила произвела такое впечатление на филистинлян, что их давление на Дан и на Иуду, если прекратилось полностью, то очень ослабло, так как они помнят о этом непонятном, непостижимом силаче, который ходил среди них и наносил каждый раз им тяжелое поражение в одиночку. Проходит вот так вот примерно 20 лет. Шемшон сближается с Ильи, готовит преемника, он пытается повлиять на сыновей Израиля, но, в общем-то, безуспешно. Он, безусловно, что эти прошедшие 20 лет, может быть, немножко меньше, скажем, если взять время на его первые походы к филистинлянам, примерно 20 лет, Шемшон становится известен как мудрец Торы, как человек, который способен поднять учеников, но все это недостаточно. Нужна независимость, нужно создание государства, нужный царь, нужна крепкая армия и дальше построение храма. Построение храма должно прийти, когда сыновья Израиля будут в покое, успокоиться, то есть идея Торы, что построение храма является завершением этапа полного завоевания земли Израиля и независимости, достижения независимости на земле Израиля, чтобы не создалось впечатление, чтобы не было такой мысли, что храм строится для того, чтобы добиться победы, для того, чтобы как бы привлечь, так можно сказать, Всевышнего в свою сторону и добыться победы. Храм должен строиться только во имя. Храма только во имя небес, только ради того, только по желанию, чтобы Всевышний был сыновьями Израиля. Это единственное, как бы, возможное намерение при построении храма, а не для того, чтобы искать защиту и для того, чтобы Всевышний поразил врагов. Это также очень важная мысль, которая, скажем, высветится или должна была, должна будет быть понята сыновьями Израиля в период Эли, когда, скажем, они воспринимают Мишкан как защиту от филистинлян, Ковчег Союза, Ковчег Союза воспринимают как тот инструмент, скажем, которым можно побеждать филистинлян. Этого не должно быть. Сначала должна быть прочная страна, прочное государство, армия, царь, потом храм. И в эту сторону необходимо двигаться. И Шемжон не удается убедить сыновья Израиля, не удается, скажем, через изучение Торы, через свое влияние как на лица Торы поднять их на борьбу с филистинлянами. И тогда он возвращается на свой прежний путь. Он идет филистинлянам в одиночку для того, чтобы нанести еще и еще одно поражение и напомнить сыновьям Израиля, что Всевышний с ними, что у них есть сила, и они могут и должны подняться на борьбу с филистинлянами. И пошел Шемжон в вазу примерно после 20 лет прерыва и увидел там разратную женщину и вошел к ней. Хочется напомнить, что нет у Шемжон ничего общего с развратными женщинами, человек высокодуховный, на котором пребывает Божественный Дух, а все это делается по Божественному повелению для того, чтобы вновь вступить в конфликт с филистинлянами. Шемжон приходит в вазу, но как мы можем представить обстановку в то время, он приходит куда-нибудь, то, что называлось Постоялый двор, где можно переночевать и можно получить еду, там же есть и развратные женщины, и Шемжон ведет себя как обычный человек не то, что не высокого духовного уровня, а совсем лишенный духовного уровня. Жителям Мазы было сказано, пришел Шемжон сюда и окружили дом. Шемжона кто-то узнал, прошло много лет, он может пройти по городу, мы помним, что он не отличался каким-то гигантским ростом, очень сильным телосложением, он был обычным человеком, он проходит по городу, приходит на Постоялый двор, но кто-то его узнает и кто-то говорит зрителям Мазы, что пришел Шемжон и они окружают дом, они боятся зайти в дом, потому что и через 20 лет все помнят о силе, о необычайной силе Шемжона и сидели они в засаде на него всю ночь в воротах города, дом окружили и поставили засаду в воротах города, видимо не собирались напасть на него около дома, а собирались напасть на него в воротах, когда он будет выходить из города, чтобы схватить его там. Там мне казалось более удобным напасть на него толпой, повалить его, связать его. И шептались всю ночь, говоря, до первого света утра и тогда уж убьем его. То, что люди перешептываются, шепчут, строят планы, показывают, что они не уверены в себе, они напуганы, но страстное желание расправиться с Шемшоном, отомстить ему, оно превалирует над всеми другими мыслями и над всеми опасениями. И спал Шемшон половину ночи, и встал в полночь, схватился за ворота города, и за две балки проема ворот, и поднял их, и вырвал их вместе с засовом, и понес на своих плечах. И поднял он их на вершину горы, которая к востоку от Хеврона. Мы можем представить полночь, считается, что полночь это особое время. Мы помним, что полночь позднее будет просыпаться Давид от того, что в его кеноре, в его Марфе будут звучать струны как бы сами собой от Божественного Духа, и он будет просыпаться. Полночь считается таким временем, когда, скажем, как можно представить себе, один день переходит в другой. Вот один день полностью заканчивается полночь, и рождается новый день, и в момент этого исчезновения одного дня и рождения другого, он как бы наиболее, так можно сказать, с точки зрения Духовного Мира, удобен для проявления Божественного Духа. И вот Шамжан поднимается в полночь, и на него ложится Божественный Дух, и он вырывает ворота, мы можем представить все ворота древнего города, которые сделаны особенно тщательно, у Филистимлям, они должны быть окованы железом, эти ворота, засов, который такой величины, что его несколько человек каждый раз задвигали и выдвигали, все это Шамжан берет один, обхватывает своими руками, взваливает на плечи, и поднимается к Шеврону. Гора Шеврон наиболее высокое место, наверное, не наверное, а точно от горы Шеврон до горы Кармель нету большей возвышенности, как бы это две такие высокие точки, то есть гора Шеврон, она давлеет над всей местностью, она хорошо видна из Азы, но мы видим, что Шемшан не кладет эти ворота где-то на территории Азы, на границе между Азой и сновьями Израиля, он несет ее в Шеврон, что довольно, в общем-то, далеко от Азы, и кладет на высокой горе, можно представить себе, что он кладет так, чтобы солнце ввести, он на этом окомном железе, чтобы люди, когда они встанут утром, они спрашивали, что это там такое, что там такое появилось на горе к востоку от Хеврона, и постепенно слухи распространятся, что это Шемшан, который вновь начал действовать, только-только вроде бы все было спокойно, и филистимляне не проявляют никакой активности, нету никакой войны с филистимлянами, и вот тут Шемшан снова начал действовать, он вырвал ворота Азы и положил их на высокой горе. ни никакого действия, никакой реакции, никто не приходит к Шемшану, не спрашивает его, что делать, или не спрашивает, не просит его даже, так сказать, утихомириться, и не навлекать беду, никакой реакции сыновей Израиля. Спрашивает, что делать у Шемшана не хотят, потому что понятно, что он скажет, что нужно собраться, собраться, проявить настойчивость, выйти на войну с филистимлянами, уговаривать его успокоиться тоже не хотят, потому что понятно, что он будет действовать так, как он считает нужным. И было после этого и полюбил женщину у потока Сурек, и имя ее Глила. Каждое предложение рисует нам целую картину, в общем-то, глубоко, скажем, и рисует реалии, выспечивает многие реалии, и рисует психологическую картину, картину психологического состояния человека. Мы можем представить себе, где находится Сурек. У нас обозначен здесь Нахаль Сурек, поток Сурек. Здесь находится Бейджи Меш. Это поселение и парк Нес Нес Гарим. Скажем, не так далеко от Ируша Лаима, скажем, вот но самое главное это Сурек, это поток Сурек, это граница между коленом Иуды и коленом Дана. Коленом Дана. Мы понимаем, что Шемшон не находит себе прибежища, не находит себе пристанища нигде, он не находит пристанища в колене Иуды, он не находит пристанища в колене Дана у себя. Он скрывается где-то у потока Сурек на границе между Иудой и Даном. Везде его встречают недружелюбно, может быть, даже он не пытается, так как знает реакцию тех, к кому он обратится, ища убежища и укрытия. И он прячется у потока Сурек. Вот мы можем представить себе немножко поток Сурек, как он выглядит в наше время. Поток для Израиля относительно большой, который петляет, течет, есть много местность гористая, есть много пещер, много мест, где можно укрыться. там находит убежище себе Шемшо. Вот если мы с вами поднялись бы на одну из возвышенностей, посмотрели бы вниз в долину, то мы бы увидели с вами поток Сурек, который разделяет границу, отделяет, является границей между коленом Дана и коленом Иуды. Местность испечен пещерами, в прошлом была очень лесистой, с высокими деревьями, и вот здесь Шемшон находится. Но нужно же что-то, нужно же что-то есть, нужно что-то пить. Он с опасением выходит к воде, он не знает чем ему питаться, но самое тяжелое это может быть не болот, это не усталость, это одиночество. Мы знаем с вами, что одиночество это самый страшный брак человека. сейчас я хочу вернуться к экрану, который у меня почему-то самому в себе одиночество самый страшный враг человека. Тем более, когда мы можем представить себе такого человека глобального мышления, видения практически пророческого, человека, перед которым пытался возвысить, поднять весь народ и не нашел никакого взаимопонимания, ему очень, очень и очень тяжело. И был после этого полюбил женщину потока сурек, имя ее длила. В длила филистимлянка живет где-то видимо в одиночестве, в отдалении, недалеко от потока сурек. И когда однажды он выходит в потоку, она видит человека уставшего, измученного, голодного. Она начерпала для него воду, она пригласила его домой, она накормила его, проявила сострадание и Шемшон полюбил ее. Полюбил от одиночества, это первая причина, то есть он впервые относится к филистимлянке не как какому-то неудошевленному предмету, который должен служить его целям, с которым у него нету в общем-то никаких отношений, которые он использует лишь как инструмент для того, чтобы выполнить божественную волю начать войну с филистимлянами. Здесь совсем другое. Неожиданно нам Тех говорит, что он полюбил эту женщину. И она несколько отличается от других филистимлян. Мы понимаем, что мы видели, что происходит в селении филистимлян. Она живет несколько отдельно. Может быть, она вдова, может быть, она ушла для того, чтобы жить отдельно, может быть, ее изгнали по тем или иным причинам. Но качества ее совершенно другие, чем у филистимлян. она способна проявить сострадание. Это для древнего мира не так уж часто встречается. Увидеть человека, который, как мы знаем, внешне он ничем не примечательный. Это не какой-нибудь Геракл, которого женщина хочет привезти в свой дом. Несчастный, ободранный, замученный, голодный, грязный. Дела его приводят в свой дом и дает ему пищу и дает ему воды, начерпывает ему воды, чтобы он намылся. И он остается у нее жить и мы видим завязывается между ними связь. Шимшон не может устоять. И он даже не пытается устоять. Почему для него что-то человеческое должно быть запрещено? Он не понимает этот момент и не принимает его внимания и не думает об этом. Он если даже не полюбил, он очень оценил эту женщину и привязался к ней. Пророк говорит нам полюбить. И поднялись к ней князья филистимлянские. Видимо жизнь не может быть такой, чтобы человек был полностью изолирован от других людей. Она что-то покупает, она с кем-то общается, расстояние есть даже она живет и в уединении несколько расстояния не такие уж большие и становится известна, что у нее скрывается шемшон. И поднялись к ней князья филистимлянские и сказали уговори его и высмотри в чем его сила великая и при помощи чего мы можем одолеть его и свяжем его, чтобы мучить, а убить не убьем. мы видим, что действительно между Длина и Шемшоном существует связь какая-то на каком-то духовном уровне. Может быть, это не любовь, но существует связь, переживание, взаимное переживание друг за друга, и она не готова, чтобы его убили. Понятно, что она возможно так его не выдала бы, но тут есть угрозы и тут есть предложение денег, и здесь уже она не готова пожертвовать своей жизнью для того, чтобы защитить Шемшона. И сказала Длина Шемшону, она готова взять деньги, и успокоить себя тем, что он не будет убит. Посадит ее в темницу, он держит, проучит как следует, может быть, превратит в раба, но он останется жив. Этим она себя успокаивает. И сказала Длина Шемшону, поведай-ка мне, в чем твоя сила, чем твоя сила становится велика, и чем тебя можно связать, чтобы пытать тебя. И сказал Длина Шемшону, если свяжут меня семью тетивами для лука, сырыми, которые не высохли, то я стану обычным человеком, как один из людей. В этой фразе тоже очень много заключается. Шемшон, мягко говоря, не глупый человек, он сразу все понимает, но у него нету сил встать, подняться и уйти. Опять никуда, опять в пустоту. Вернуться в Иуду он не может. Найти в реберчем колене дан он не может. Скитаться по лесам и жить в пещере у него и испытывать страшное одиночество, когда ты лишен человеческого общества, общества своих собратьев, вообще человеческого общества, он просто не в состоянии и он начинает с ней какую-то игру, игру не по ее правилам. Вела, конечно, далека от веры в единого Бога. Она вся пронизана, так сказать, пропитана, воспитана на легендах филистимлян, на представлении их о высших силах, о колдовстве. И Шемшон рассказывает ей что-то, во что она с легкостью может поверить. есть предрассудки, легенды, в которых рассказывается, что против каждого силача есть какая-то сила, особая сила, как в рассказах о колдунах и колдуниях, можем вспомнить с вами как между строк, можем вспомнить с вами рассказ про Ахиллеса, у которого уязвима только пита, и множество сказок и преданий других народов. И Шемшон, понимая все, очень хорошо понимая, он говорит ей то, во что она может поверить. взять семь тетивов, семь скажем, тетивов, как сказать, тетив, семью тетивами, как же это по-русски, то, что натягивает тетива, взять тетиву и семь раз для лука и связать его. Тогда он станет один, как и судей. Принесли князья филистимлян семь сырых тетив для лука, которые не высохли, и она связала его ими. И князья филистимлян, они, конечно, ничего не помнят про божественный дух, который пребывает на Шемшоне, они думают, что его можно одолеть какой-то хитростью и справиться с ним, как с одним из колдунов. И засада сидела у нее в доме и сказала ему, филистимляне напали на тебя Шемшон. То есть, когда она его связала, она ему крикнула, пришти, малейха, Шемшон. И разорвал он тетивы, как нить, пакли, обогревшие во дне и не стало известной силы его. И дальше продолжается. Вот ему надо подняться и уйти, ему некуда идти. Некуда идти, психологически он не в состоянии подняться и уйти. Можем представить себе так образно, что иногда он выходит в потоку сурек, сидит на его берегу, но у него не хватает сил оставить этот дом глила. Духовный уровень, который он очень хорошо понимает и понимает, что любви между ним и между нею нету, но даже какая-то привязанность, возможность быть человеком, она не позволяет ему встать, подняться и уйти. И дальше он говорит еще раз она пытается выведать его тайну, он говорит про новые веревки, его связывают с новыми веревками, опять сидит засада, она говорит филистимляне напали на тебя и сказал ему длина, до сих пор ты издевался над мной и говорил мне ложь. Скажи мне, чем тебя можно связать? И сказал мне, если придешь в семь прядей головы моих ткань, то есть на длинные волосы ты их как бы гонишь в кадрский станок и они станут частью ткани, может быть, которые еще не сняли с кадрского станка и вогнала его колы, вогнала волосы его колышком в основу ткани и сказал ему филистимляне на тебя и вырвал волосами и колышек и основу ткани закрепленную в станке. То есть он приводнял своими волосами весь этот станок и был готов идти с ним. Как же ты говоришь люблю тебя, говорит Лила, а сердце твое не со мной. И было, когда она докучала ему словами ее все дни и вынуждала его сказать и стало тесно душе его до смерти. Не то, что как надоедливая женщина, стало ему тесно его душе. Безысходность последний человек, который умеет, у которого он нашел какое-то пристанище, готов продать его, готов сдать его филистимлянам, и его охватывает отчаяние. И открыл ей все, что на сердце его, и сказал, бритва не касалась головы моей, ибо назир всесильного я от трубы матери моей, если подстричь меня, то уйдет от меня сила моя, и стану простым человеком, как все люди. Понятно, что сила Шемшона не в волосах. И если, скажем, где-нибудь он проходил, допустим, по лесу, пробирался бы через чащу, и как можно представить себе, выдрал бы такой клок волос, то его сила бы не убавилась никоим образом. Волосы это только символ полной посвященности Всевышнему. Здесь можно посмотреть с разных сторон, можно представить себе, что волосы это Назир. У него все должно быть посвящено служению Всевышнего. И как символ того, что все ему даже запрещается стричь волосы. И ему запрещается стричь волосы. И сила не в волосах, а сила в том, что он постоянно думает о Всевышнем, постоянно все направлено на то, чтобы служить Всевышнему. И волосы это только напоминание, только символ того, что посвящено Всевышнему. И он здесь отходит от отходит этого посвящения. Он привязан к этой женщине по понятным причинам. Это скорее не привязанность, а это отчаяние просто. Это страшная боязнь одиночества. И Глила и увидела, Глила, что открыл ей все. На этот раз он повез ей все. И открыл ей сердце свое, и поднялись к ней филистимляне, принесли деньги в руке их, и усыпила его на коленях ее, и позвала человека, и срезала всем флязи с головы его, и начала мучить его, и ушла сила его от него. Престала будить его, он никак не просыпался, он когда проснулся, у него не было силы. И сказала полистимляне на тебя, шемшон, и пробудился ото сна его, и сказал, выйду как раз из раза, и встряхнусь, а он не знал, что Бог отошел от него. И схватили его фелестимляне, и выкололи его глаза, и привели его в вазу, и заковали в цепи, и полум он в доме узников. Мы видим, что крайне кратко рассказывает нам рассказывается история шемшона. Его привели в вазу, его ослепили, заковали в цепи, и он как животное приковали его к такому камню, к жерновам, и он ходил и крутил эти жернова, делал ту работу, которую делают рабы, или животные. И начали волосы его отрастать, когда они были срезаны бритвы, а князья фелестимлян собрали, чтобы принести жертву великую догону, божеству их. Догон это божество фелестимлян, есть споры о том, что оно из себя представляло, долго велись споры, иногда говорили, что догон это от слова доган, знаковые, но потом, в конце концов, были найдены изображения догона, это человек с туловищем рыбы, то есть как можно представить себе фелестимляне, жители побережья, они поклонялись чему-то похожему на рыбу. И они собираются в храм догона и увидел его народ и прославляли божество их, Шемшона приводят для того, чтобы показать его показать его вот того страшного врага из землян, которого удалось поймать. И было как раз вселилось сердце их и сказали приведите Шемшона и поиграли для нас, позавали к нас и позвали Шемшона из дома узников и развлекал их и поставили его между колонн. Все хорошо знают эту историю и сказал Шемшон юноше, державшим его за руку, поскольку он слепой, его ведет юноша, приставленный к нему и за руку отпусти меня и нащупаю колонны, на которых держится дом. Я вопрось на них. Шемшон делает вид, что он устал очень сильно, ему нужно отдохнуть, его над ним смеялись, над ним ругались, его заставляли делать какие-то трюки. Вот я хочу опереться на эти колонны. А дом полон мужчин и женщин. Там все князья филистемские на крыше около трех тысяч мужчин и женщин, наблюдавших за забавами Шемшона. Мы представляем себе плоскую крышу на колоннах. Там в основном на крыше собрались пирующие и смотрят, как внизу издеваются над Шемшоном. Вот и возвал Шемшон к Богу и сказал Бог всесильный, вспомни милостиво меня и укрепи милостиво меня только в этот раз. И отомчу за один раз за два глаза мои филистемляна. И ухватился Шемшон за две средние колонны, он обрушил здание и погибло. И убил он больше филистемлян, чем убил их при своей жизни. он убил больше трех тысяч филистемлян за один раз. Вместе со всеми князьями филистемлянскими, которые там собрались, в каждом из пяти городов филистемлян был свой князь, они собрались все вместе, но в общее празднество, они погибли под этими развалинами. И это была колоссальная победа Шемшона. 20 лет еще после его трагической гибели человека, победившего одного, в одиночку победившего целый мощный народ его армии, его князей, его боялись, и 20 лет пересемляне не оказывали давления на сыновей Израиля. Это дало возможность такой передышки духовной работы. За это время родился и вырос пророк Шмуэль, как мы помним, Шмуэль родился через год после гибели Шемшона, если хана молилась в день его гибели, ища дальнейший путь для сыновей Израиля, Шмуэль родился где-то через год после гибели Шемшона. И конец рассказа о Шемшоне, он, конечно, очень трагичный. И спустились братья его, и весь дом отца его, и вынесли его, и подняли, и похоронили его между Цараа и Иштеоль в погребении Моноха. К этим страшным развальным, к этому месту страшного побоища пересемляне боялись приближаться. и братья, и дом отца его, они вынесли, нашли и вынесли тело Шемшона для того, чтобы похоронить его вместе с его отцом Монохом. Никто больше не пришел на похороны Шемшона. Иуда оцепенела от страха, что будет дальше, что произойдет дальше. Он никакого понимания того, что на Шемшоне пребывал Божественный Дух, никакого понимания того, что он в одиночку защищал весь народ, и то время, когда был жив, и 20 лет после своей смерти он был защитник своего народа, никакого этого понимания не было практически ни у кого, кроме его ученика Ильи, который тоже не сразу узнал о гибели Шемшона. Надо сказать, что Ильи, к которому мы в скором времени перейдем, он был учеником не только Жемшона, но и Пенхаса, но и Пенхаса. Вот, и на этом мы можем остановиться, если есть какие-то вопросы, я готов постараться ответить на них, да, я не прервался в середине, потому что мои попытки прерваться в середине до этого как-то они не увеличались успехом, то есть вы не задаете особо вопросов, поэтому я пытался изложить тему целиком. Пожалуйста, если есть что спросить, я готов пытаться ответить. Рабзи, скажите, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, все-таки же записано, что 20 лет он судил еврейский народ, то есть с ним считались как судьей, я правильно понимаю? Каждая фраза, одна и та же фраза в разных местах, она имеет разное значение. Да, он был судьей, да, с ним считались все то время, пока он не проявлял себя, когда он прекратил нападение на филистимлян, прошло какое-то время, он, скажем, как можно представить, показал и доказал себя, как мудрец Торы и стал авторитетом Торы, говорят, что он восславлялся на Гитрин, прошли годы, но ситуация не изменилась, сыновья иуды не были готовы сражаться против филистимлян, не были готовы продолжить завоевание земли Израиля, не были готовы продолжить завоевание земли Израиля. Это то, что мы можем представить себе. И тогда мы видим второй этап, скажем, или завершающий этап его жизни, когда он еще раз приходит против филистимлян для того, чтобы пробудить снови Израиля, но реакция еще как бы менее значительная, чем это было в первый раз во время его первых походов. То, что мы можем представить себе. Детали, как он сидел, был ли у него где-то медраж, невозможно представить себе, у нас нет об этом информации. Но то, что он был главой Сангетрина и он доказал себе такую историю, это безусловно. До того момента, пока он не был опять против филистимлян в одиночку. Равзеев, я правильно понял, что преемником его был это Коин, первосвященник Или, да? Или. Непосредственно после него он судил, да? Да. Он Или считается последним, последним судьею, переходный пророк, переходный период это пророк Шмуэль, очень, скажем, Шмуэль, который помазал на царство сначала Шаулю и потом Давида, сразу очень быстро, в общем, довольно быстро становится царство, поднимается царь. Или последний судья. фактически последний судья это Шемшон. Он, скажем, он пытается объединить народ, или мы увидим, скажем, целый ряд проблем, которые возникают, когда он возглавляет народ. Но это уже в книге Шмуэля. У нас остаются с вами очень трудные последние главы из книги Шофтима, из книги Суди, рассказывающие о том, что произошло в начале этой эпохи. Но этому мы постараемся посвятить следующее занятие. Правда, еще вопрос. Это точно известно могилу Шемшона, что она соответствует именно действительно реально и точно она известна, да? Ну, смотрите, я трудно сказать. Я думаю, что скажем, есть традиция. Есть традиция. Традиция опирается на несколько моментов. Она опирается, во-первых, есть еврейская традиция, есть лиавдель христианской традиции. Это установленная царицей Еленой, которая здесь совершила путешествие с целью найти святые места, и многие из могил она отметила, но поскольку она опиралась на показания евреев, то вот эта христианская традиция, она также принимается во внимание. Есть и арабская традиция, тоже очень основательная, так как арабы старались сохранить, они сохранили и название мест в искаженном виде, и сохранили память о захоронениях, так как это для них было важно, как святые места. Но кроме того, есть еврейская традиция, есть такая, скажем, интереснейшая книга Седородород, она написана в Минске в конце XVIII века, и в ней описываются истории, исторические личности, и описываются места захоронения в земле Израиля довольно точно. как уже это получилось, скажем, каббалистическим путем, или какой-то традицией описания очень многих могил, в частности Шемшона, вплоть до того, что там, скажем, около какого-то потока, около какого-то источника, на какой-то возвышенности, все эти признаки даются в этой книге. точно, скажем, никаких гарантий быть не может, но важно то, что в сознании народа есть место, которое ассоциируется, оно недалеко от дороги, тут проезжие дороги, важно, что есть место, которое ассоциируется с могилой Шемшона. Люди приходят, туда молятся, спасибо, Равди, спасибо. Что-то хочется еще сказать? Хорошо, ладно, будем считать, что мы с вами продвинулись с Божьей помощью и надеюсь, до встречи в следующий Йом Решон мы постараемся завершить книгу Шуфти. Всего-всего самого доброго. Вот я выключаю запись. Спасибо, Равзиев. Спасибо. Спасибо.